всем привет сегодня я хотел поговорить про оперативную память для synology моем случае у меня synology ds220 plus вот и дело было следующим образом памяти вроде мне хватало вот давайте посмотрим я сделал заранее скриншоты то есть вот так у меня было то есть было занято всего 65 процентов ну иногда доходило до 70 иногда падала до 60 то есть она варьировалась это значение и с этим никаких проблем у меня не возникало я думал что памяти хватает вот давайте посмотрим следующий скриншот на следующий скриншот этот тоже самая вкладка да только вот тип памяти я заменил на скачивание и тут я конечно до этого когда я сюда смотрел я не понимал вообще что это за скачивание что это за вкладка такая ну как бы ее игнорировал то есть что мы видим тут видим скорость тут видим какие-то числовые значения до всего гигабайт использована и проценты окей и вот тут на вот таком же до виджете и тут видно что вот у меня иногда было 69 процентов да как бы я не парился по поводу оперативной памяти совсем 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 вот вот такой монитор монитор диспетчеры задач выглядела вот так у меня службы там да то есть карта в даже больше но тут если честно какой-то бред потому не бред ну как-то непонятные значения почему потому что ну а все от сета от с этого нельзя сделать вывод что кушает мою оперативную память в таком количестве вот именно по процессам вот если посмотрим по процессам то тут уже более менее понятно это php php это значит мой сайт который я сделал себя на синологию он там самом деле не смотрите что тут маленькие значения это все ерунда потому что ну это реально какие-то неправильные значения неправильно он их отображает вот дальше я подключался к pssh и запускал программу тут эта команда топ да она тоже показывает и что меня здесь удивило в этой команде топ это то что свап использован на 1 гигабайт 376 до тогда я воспользовался командой free минус м фреда команда показывает память и минус м в мегабайтах и увидел что тут свапа у меня за то есть у меня реально занято гиг и свапе 14 да я тогда не знал одну маленькую командочку которая нам было посмотреть да кто не значит только свап свап это тоже на линуксе это то же самое что файл подкачки на биндусе но почему его сделали с вас свап может быть как в раздел примонтирован да так и на файлам сделал почему лучше в раздел потому что когда вы делаете файлам тогда система должна подчиняться той файловой системе на которой лежит этот файл то есть она должна высчитывать контрольные суммы так далее да в современном мире мире это не сильно сказывается на задержках на вот этих навсегда скорости обращения к этому разделу подкачки ли свапу да смотря в какой операционной системе находится но тем не менее раньше это было актуально поэтому в линуксе изначально был раздел ну теперь это не актуально но тем не менее имейте ввиду что в линуксе это называется свапом и он может быть как разделом так и файлом а в линуксе а в индусе это уже только файл скорее всего потому что я в индусе не встречал никакого раздела для подкачки вот и если мы вот вернемся да видим тут 1433 в свапе находится и если мы вернемся вот на вот этот скриншот скачивание это как раз вот и есть наш свап то есть всего три и задействовали 1446 процента сидит свапе посмотрим да всего 31 и 4 и свободно 1660 вот как раз получается кто не знал как я допустим физическая память это оперативная а скачивание вкладочка это уже свап идет ну и скорость какая-то видимо скачивание закачивание в этот свап причем видите да тут скорость как как бы что-то какое-то обращение к нему все-таки есть ну забегать вперед скажу сразу не особо волнуйтесь если у вас тут что-то занято я вам чуть попозже покажу это на своем примере в общем почему почему я решил посмотреть прицениться и вообще сколько стоит оперативная память я ее не хотел увеличивать вообще не хотел но решил прицениться зашел на сайт синологи совместимые продукты да вот здесь есть вот другие устройства за совместимость другие устройства в общем я тут выбрал мой нас оперативной памяти тут единственный вариант это вот такая оперативная память на 4 гигабайта без коррекции ошибок а без коррекции ошибок то хорошо забегая вперед почему потому что она будет стоить дешевле вот потом я поиска по вот этому нашел свою оперативную память и она оказалась смотрите сколько в е-каталоге она стоит да ну то есть баслословные деньги это считай как одна треть от всего на сама его по крайней мере на тот момент когда я его покупал просто божественная цена ужасно но я не расстроился я поискал я нашел характеристики этой этой память и подобрал по характеристикам на днс и точно такую же память по характеристикам которая стоит смотрите уже в четыре раза дешевле вот ее я и купил то есть смотрите вы можете сразу то есть она мне точно подошла все работает уже 10 дней мой нас работает все отлично то есть вы можете если хотите купить оперативную память а забегая вперед я вам скажу что если у вас подходит к 60 от 60 до 70 как у меня то ее надо покупать то вот подберите просто зайдите на сайт совместимости найдите какую синологи говорит в оперативную память найдите ее характеристики и подберите по характеристикам на любом удобном для вас сайте вашу оперативную память она будет в разы дешевле чем та который рекомендует синологи и так вот я ее купил давайте вот я вам покажу скриншоты как я ее установил вот это оперативная память да вот так она выглядит вот тут внутри эти характеристики все его если что еще на наклеечки указаны и устанавливается она очень легко то есть достаем ваш синолог же естественно выключаем достаем диски но в моем случае это вот так выглядит и вот здесь сбоку есть как как ноутбуки это ноутбуч на на самом деле память она вставляется и никаких проблем не возникает с ее сновка потом диски вставляете обратно все включается и все работе все работает давайте перейдем в мой дсм вот мы дсм теперь у меня было до почти 70 теперь у меня 27 процентов оперативной памяти давайте посмотрим на нее через диспетчер и память вот то есть занята у меня сейчас чуть побольше но не обращайте внимание я недавно купил камеру установил ее и у меня до этого было вот как вот на скриншотах то есть до того как я камеру поставил то есть меня всегда было занято 1 и 1 вот а сейчас 15 ну то есть под подъелась чуть-чуть да все остальное в принципе как нормально ведь аж за кэшировано сколько а вот если вот если перейдем на свап то мы увидим что свапа было три а стала 5 и 4 и задействовала чуть меньше его уже но все но задействованы меня это удивило скажу скажу так я когда увидел поставил память я не ждал каких-то эффектов не ждал каких-то эффектов но вы знаете у меня нас мой преобразился то есть он просто стал летать раньше когда я допустим открывал moments он какое-то время думал что там считывал видимо доставал все со свапа именно с дисков и первое время то есть папа сколько там секунд 10-15 да он что-то там думал даже сайт когда мой открывался там всем эти веб яндекс мастер google аналистик там ругались что сайт короче долгая отклик у него и так далее то сейчас после увеличения памяти до с двух до шести барин все красота никаких проблем нас просто отклик быстрый во всех приложениях все отлично то есть памяти как бы мне я я не пожалел что я и купил что потратил две чем-то тысячи рублей а вот если бы конечно если бы потратил 8 я бы за 8 никогда бы не стал покупать вот теперь перейдем вот в командную строку да также подключился pssh вот прям при вас видите то есть у меня задействовано 1 и 2 может быть сейчас что-то увеличилось нет увеличилось да и 790 свапе вместо антес зачем же он при таком большом свободной памяти то есть вы не смотрите что тут в буфере 42 это все ерунда буфер это память которая как бы зарезервирована под процессы но она в любую в любой момент может быть отдана любому процессу который ее запросит это делается в ядро длинных специально чтобы ускорить ускорить работу этой памяти это все нормально то есть если у вас вот это в кэше вот столько это значит что она свободна в принципе теперь давайте я вот мне стало интересно есть такая команда можно посмотреть про память про память да всю в в прок swaps на линуксе и тут смотрите интересный момент то есть на диске у меня до в раздел md1 в swap swap ремонтирован и там всего 2 гигабайта как мы видим причем приоритете минус один то есть самую последнюю очередь а есть еще два раздела каких-то за рам 0 и за рам один как которые по 1 из 7 гигабайта и в которых как раз и есть это самое задействованы эти самые ресурсы файл подкачки до свапа и причем у них видите намного больше приоритет то есть сначала с действуются они когда кончаются они тогда только будет сброшена на диск я думаю до того как я увеличил память свою память тут были примерно тут было все примерно то же самое только что был всего за рам 0 а добавился за рам один я начал гуглить в интернете что это такое оказалось за рам 0 это специальная виртуальная память которая помогает она в общем имитирует свап но только не на жесткий диск а да 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 ну и ссд жесткий диск а именно вертую в оперативную память таким образом у вас файл подкачки живет в оперативной памяти и представьте как это все быстро работает оперативная память очень быстро вот и вдобавок ко всему это за рам она помогает сократить то есть она сжимает до трех раз то есть представьте на самом деле если здесь умножить на 3 то есть да тут задействовано сколько 800 умножить на 3 сколько там в подкачке данных на самом деле находится довольно таки много вот но так как она быстро это не вызывает каких-то больших задержек поэтому именно поэтому я думаю вот этот за рам за рам память да она появилась в ядре линус начиная с версии 314 северить интернету вот и если мы посмотрим какое у нас сейчас допустим у меня ядро линкс то у меня вообще она 4459 то есть довольно таки уже свежая вот и получается поэтому linux ойс на синологи на сам и не нужно большое оперативная память потому что они вот так ее грамотно используют за рамом то есть они позволяют в три раза сократить ее таким образом все как бы адекватно можно сказать работает вот как моем случае когда у меня было всего два гигабайта оперативной памяти ну ребят чем могу сказать я не пожалел что я купил оперативную память она мне очень сильно помогает ну то есть она ускорила реально мою работу на на нас а если у вас там как бы вы видите что у вас тоже 70 процентов и вам кажется что увеличивать ее не надо в принципе вы правы но если вы ее увеличите то вы получите неплохой неплохой прирост в отклике синологи да вы вот так его открываете он сразу вас открывается вы не будете ждать какое-то время пока там что-то там сочетается и произойдет в общем я оставлю на своем сайте более подрос всякие скриншоты ссылку где я его купил эту память ну и ссылку на эту память вот так что если что заходите на сайт смотрите скриншоты смотрите ссылку переходите если у вас такой же синологи то покупайте тут то есть можете перейти по моей ссылке и то есть налоги у вас ds220 плюс да и купить если у вас другой синологи посмотрите какую память синологи рекомендует вам если и по характеристикам подберите то есть я так понимаю вот допустим у 218 плюс синологи там ddr3l а у меня 220 синологи плюс да у меня уже ddr4 идет так что имейте ввиду память реально разная ее надо подбирать ну вот как вариант как по мне скорее всего в 217 их идет такая оперативная память 220 такая оперативная память то есть от года года она просто одинаково идет ну то есть от года года она различается но на синологи хана моделях одинакового года на скорее всего одинаково но тут я не могу ничего гарантировать и по и да и почему я взял именно 4 гигабайта они допустим больше а все потому что на самом деле процессор который сейчас установлен у меня да вот если мы посмотрим информация системе так вот информация моей системе то у меня установлен celeron g4025 а если мы зайдем на сайт intel и посмотрим характеристики этого процессора да то мы увидим что максимальный объем оперативной памяти которым поддерживают это 8 этом это 8 гигабайт 8 гигабайт то есть покупать оперативную память на 8 гигабайт она либо не заведется хотя может хотя по отзывам мечтал что вроде как заводится ну мне кажется ее больше восьми не увидит и 2 гигабайта вот просто болтаться будет ну то есть каждому свое вы можете можете почитать отзывы отзывы ну я не стал в общем рисковать я купил вот 4 гигабайта теперь у меня 6 и меня как бы это устраивает как бы мой нас теперь дышит свободе намного свободнее на этом все всем спасибо всем пока заходите на мой сайт bofisto.ru